Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире авторская программа «Путь» о православии в нашей жизни. В студии автор и ведущая, журналист Белла Засецкая в крещении Мария. Сегодня мы решили продолжить обсуждение темы, начатой в одной из наших предыдущих программ. Тема о вечной жизни человека, на наш взгляд, для любого из нас очень интересна, важна и всегда актуальна. Более того, у большинства представления об этом настолько смутные и неточные, что прояснить православное понимание этого представляется весьма важным. Что происходит с человеком за гранью бытия? Почему церковь призывает к особым молитвам об усопших на третий, девятый, сороковой день после их упокоения? Что такое мытарство? Что означает страшный суд? Действительно ли можно помочь и даже изменить участь ушедших от нас людей? Собеседником мы пригласили игумена Феодосия Нестерова, наместника подворья Артемьева Верпельского монастыря в Архангельске, руководителя отдела по взаимодействию церкви и общества Архангельской и Холмогорской епархии. Батюшка, здравствуйте и благословите. Здравствуйте. Благослови Господи. Батюшка, вот предваряя нашу беседу, хочу сказать нашим телезрителям о том, что в предыдущей программе, которая вышла на Пасху с вашим участием, мы этой темой коснулись, и мы говорили о том, что христианство привнесло в этот вопрос достоверность и, в общем-то, определенность в той части, что такое вечная жизнь. Вот мне бы хотелось, чтобы православное понимание этого вопроса, оно вот сегодня прозвучало более обширно, нежели чем мы в прошлый раз беседовали. И хочу сказать, что точка зрения, основанная на современных научных изысканиях и на святоотеческой точке зрения, эта точка зрения хорошо изложена в книге профессора Московской Духовной Академии Алексея Ильича Осипова из «Времени вечности». Называется эта книга, и наши телезрители в интернете смогут ее найти легко на сайте профессора и познакомиться с этим материалом. Также еще один труд по этой теме, очень основательный, очень серьезный – «Ирмонак Серафима Роза. Душа после смерти». Вот эти книги, они, в общем-то, доступны сейчас для всех. Ну, а мы в своей программе пытаемся в словесной форме изложить эту тему сегодня. Батюшка, вот мне кажется, прежде чем мы продолжим разговор на нашу тему, важно обратить внимание наших телезрителей и сказать о том, что многие эти вещи, которые мы встречаем в Библии, в Священном Писании, и которые говорят о тайнах будущего века и на бытии, они даны некими образами, символами, доступными для понимания вот нас, людей. Почему? Поскольку те вещи, о которых речь идет, они настолько вот отличаются от нашей земной реальности, настолько сложны для нашего восприятия, что мы просто их бы не восприняли. Поэтому, когда мы встречаем в текстах их словесное выражение, например, гиена огненная или райские сады, весы, свитки, ну, вот все то, что присутствует как образы, представимые нами, их нужно все-таки воспринимать не буквально. Мы должны понимать, что Господь открыл нам педагогическим, так сказать, образом часть этой реальности, то, что счел нужным, как донести до человека прикровенно, то, что на нашем человеческом языке невыразимо. За этими образами стоит совершенная реальность для нас, которой надо относиться внимательно, бережно, с подобающим уважением, сказать, с трепетом. Господь старается нас правильно сориентировать. С одной стороны, не просто пугая там чем-то, а открывая всю серьезность этой ситуации, что мы будем отвечать за свою жизнь, что есть там область страдания, где после смерти можно мучиться еще больше, чем при жизни, а можно наслаждаться блаженным состоянием. И вот эти реальности, нужные для нас, чтобы нам в этой жизни сориентироваться, нам и приоткрываются, чтобы мы научились себя правильно вести, чтобы мы поняли, что от нас хочет Господь, к чему Он нас призывает. И поэтому культура толкования всегда была, надо пояснение, соответствующее ознакомиться, и, с одной стороны, не понимая буквально, но и не высмеивать, как иной раз сейчас современный образованный человек подсмеивается над этим, что это, мол, какие-то устаревшие такие, средневековые такие, мол, вот вещи, а за ними реальность, которая не изменилась. Прошли столетия, она так же, как вчера и сегодня. И наивный такой современный человек, часто такой глуповато-горделивый, она скажет, да, не хочу, отмахивается там, знать не хочу ничего. А Господь стучит своему, сынок, ты подожди, ворота-то закрывают свое сердце, ты послушай и подумай, а выводы будешь сам-сам делать потом. Патюшка, такой вопрос, что же происходит с человеком в момент перехода его в иную жизнь? Ну, вот сам момент исхода человека достаточно изучен наукой современной. Можно сказать уже, это научный факт, что что-то, нечто происходит, вот с точки зрения науки, нет, может, понятийного аппарата, что такое душа, не совсем описуемо, естественно, научным аппаратом. Ну, вот способы возвращения к жизни, не реанимация, собрали много свидетель, что человек себя осознает, и так далее, он себя чувствует. Но это только первые минуты, часы. Нас интересует, что будет дальше. А дальше уже это открывает церковное предание. Дальше рука нашего знания уже не простирается, естественно, научного. Ну, мы уже, как мы повторяем все время, смерти для нас нет. Человек, личность, то, как он себя осознает, вот он сам, я, он остается. Как это происходит, конечно, мы не можем понимать. До трех дней, как нам говорит, если мы говорим о предании, учении церковном, вот до трех дней предоставлено знакомиться человеку, душе, оторвавшись от телесного своего обитания. Процесс этот всегда мучительный, конечно же, само умирание, вот физическое, оно сопряжено со страданиями, съездеснивыми, наверное, испытаниями такими человека. Это описано, особый момент смерти, он всегда величественный, страшен для каждого, вероятно, человека. Ну, дальше вот уже наши глаза земных людей уже не видят, и человек до третьего дня, вроде как, знакомится. может бывать, мгновенно переносясь духом на то место, где он хотел побывать, вот нету пространства, уже нету проблем с перемещением. Два ангела встречают душу, как вот говорит нам церковное предание. Тот самый ангел, друг, ангел-хранитель, которого мы в жизни, может быть, мало замечали, редко вспоминали о нем. Он нашу душу сопровождал, вел всю нашу жизнь, доводил на нас добрые планы, мысли, влагал в нас добрые пожелания, пытался удержать нас от грехов. И тот ангел, который называется ангел смерти, посылается Богом для отделения, так сказать, отделения души от тела. Но самое главное происходит потом, конечно, об этом говорят источники церковные. Можно прочитать в литературе, что это в каких-то источниках есть. Вот основываясь на толковании Макария Великого, Макария Александриского, Алексей Ильич Осипов его приводит. Душа возносится на поклонение к Богу. Первый страшный момент увидеть лицом к лицу того, кого, может, вожделел, а может быть, отрицал эту реальность. Дальше показываются, и мы очень кратко так скажем, потому что этому целые главы посвящены. Показываются места светлые, блаженные, вожделенные, райские места. И душа, что происходит, как нам объясняют толкователи, она себя отождествляет. Мы с собой личность сравниваем себя. Наше это, или мы чувствуем, что это вот, мы не причастны, чужеродные. Главное в этом понимании, что не Господь нас тащит куда-то, подталкивая там, так сказать, вилами какими-то, а мы сами себя определяем, отождествляем. Вот если мы как себя чувствуем, вот и в жизни мы же так же определяемся, мы находим компаний себе подобных, с людьми сходимся нам по духу близкой, по духу близкой, единодушной, добрый человек, к добрым людям потянется, преступное сообщество своих соберет, так сказать, сторонников, там люди пьющие найдут людей пьющих, ну и так далее. И вот по сороковой день, значит, последний, очень важный этот последний день, так считается, потому что здесь сложно сказать, это земные часы, а как там, мы не знаем, но мы знаем, что здесь на сороковой день определение, как сказать, временное, до всеобщего воскресения мертвых. С девятого по сороковой день происходит так называемое мытарство. То есть, вот насколько я понимаю, батюшка, вот эти слова и вообще учение о мытарствах это не некие истязания данной душе за ее прошлые грехи, а некий способ самопознания, то есть, смысл вот этого процесса, самопознание души. Она себя видит в тех ситуациях, в которых она, возможно, себя не хотела видеть в земной жизни, не отдавала себе отчета. Почему это необходимо? Не для того, чтобы наказать, опять же, а для того, чтобы человек, узнав себя, смог принести покаяние Богу. То есть, и там, вот в этом состоянии, еще возможно изменение. Вот я правильно мыслью рассуждаю? Да, в целом мы представляем, что до последнего решающего момента определения человека, до конечного выбора, который называется такими величественными словами страшный суд, его называют еще в этом смысле такое даже самоопределение человека, оно, вероятно, окончательное, и после него уже выбор заканчивается. Но до этого времени возможны перемены. Воли нету в загробном состоянии, сам себе человек помочь не может, но он осознает, переживает, он там чувствует, душа в состоянии переживает, она живет. То есть, она переживает так же, как и здесь, но в разы сильнее, нежели чем мы здесь переживаем. Нам, наверное, трудно объяснить это нашим таким опытом и эмоцией, но выражено же то, что предмет мытарства, те греховные, порочные наклонности, страсти, которые по-разному, кого-то они осквернили, кого-то нет, какие-то свои, поэтому считается, что у каждого греха есть свой дух, дух блуда, дух гнева, дух зла, гордости. И же эти сущности умные, которые называются у нас бесы, они желают эту душу привлечь к себе, сопричислить к своему сообществу. И там вот человек испытывается, вот этот несет экзамен, экзамен в данном случае на зло, на свое собственное зло, которое он стяжал в этой жизни. И это скорее похоже на искус, соблазн. Вот те греховные мечты, которые в жизни бывают, не реализуются в силу множества обстоятельств. Нет возможности. Человек хочет согрешить, мечтает вроде, нет возможности. Денег нет, ситуация не позволяет, стыд в конце концов, общественное положение. А там воочию все тайные вожделения, в которых человек может быть не принес, не привык бороться с этим. Если он привык этому противостоять, помыслом этим. Да, он и там этот навык душа имеет, что противостояние отвержения, непринятие этого искушения. Вот в одном из преданий церковных всем известные произведения мытарства блаженной Феодоры православные люди наверное все с ним ознакомились. Там даны ориентиры вот грехи вот если мы их выпишем пороки и грехи мы должны об этом помнить и просто Господь перечисляет показывает нам что для нас является страшной опасностью начиная там с первого по последнее первое прознословие и сквернословие ясно ложь осуждение клевета объедение пьянства леность воровство стребролюбие скупость лихаинство взяточность то есть неправда и тщеславие зависть гордость по мере усиления гнев злопамятность разбойничество колдовство блуд прелюбодеяние садомия идолослужение ересь и на последнем немилосердие и жестокосердие это нам памятка повседневной жизни как бы мы к этому произведению не относились в смысле литературной образности для нас это ориентина что из этого наш к чему мы склонны Господь дает нам руководство методическое пособие так сказать чтобы мы нравственно были сориентированы поэтому к этому должно быть трезвенное отношение честное мужественное но без ложного такого пафоса и без карикатурного может быть все требует такого трезвенного понимания в это время усопший человек проходит мытарство в это время церковь призывает особо молиться за него существуют особые молитвы на третий девятый день сороковой день получается что мы своей молитвой можем каким-то образом облегчить и помочь этому человеку и учесть его изменить да мы все-таки имеем твердое церковное предание что молитва близких труды и близких их такие духовные подвиги они помогают усопшим помогают нам это неведомо как это происходит но точно известно что раз установлены дни поминовения особые чинопоследования поминовения усопших то это нужно для них и для нас прямого общения нету невозможно оно в таком земном виде мы говорим что ты можешь послать ему весточку послать ему добрый знак посылку так сказать полезную для него первое это молитва родственников но не очень не то что формальное там записки подали сороковую заказали а сами в стороне часто так к сожалению происходит надо молиться о нем если будет совершаться отпевание надо молиться на этом отпевании неформально от души и дома конечно подвиг духовный человека который что-то берет на себя читает псалтирь евангелие то что посоветует духовник там священнослужитель может быть совет какой даст в чем-то ограничивает даже себя какой-то пост посильный несет ради своего ближнего и также вторая вот вещь такая это милостыня ради в честь вот усопшего помощь самый разный вид там близким детям малоимущим кто что может в церкви помочь как-то приходу своему во имя этого человека во имя да в память этого человека я творю это дело и конечно же еще мы говорим что личная жизнь вот если это твои родители ушли из жизни то они каким-то непостижимым для нас образом будут знать и даже участвовать зачастую люди свидетельствуют что они видели маму там она их о чем-то предупреждала или мама от чего-то защищала усопшая давно или папа мама близкие родственники это реальность мы ее не можем потрогать руками но свидетельств такой реальности огромное количество да и чувствуют люди это сердцем поэтому и они будут знать что их потомки живут благочестиво например там продолжили их там добрые дела приумножили это будет им приносить конечно же удовлетворение что Господь хочет донести до нас раскрывая нам учения о посмертной участии человека самое главное для нас для человека здравомыслящего вменяемого как мы говорим это услышать послание Божие что будет суд причем мы это знаем надо сказать каждый из нас это чувствует мы чувствуем что мы будем жить мы не умрем такое глубинное необъяснимое чувство но что ты будешь отвечать за свою жизнь за то как ты жил не только за свои прегрешения в которых есть возможность покаяться при жизни попытаться бороться с ними но и за те добрые дела чтобы человек подошел к своему концу с чистой совестью с мирным сердцем чтобы сказал да я сделал что мог потрудился в этой жизни да были у меня промахи я прошу Бога милости снисхождения в чем я не мог исправиться то есть чтобы было такое вот отношение ответственное к тому дару жизни который Господь нам каждому дал я вас благодарю батюшка за участие в нашей программе дорогие телезрители на этом мы с вами прощаемся до свидания всего вам доброго до новых встреч храни Господи до свидания до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч ребенка » Продолжение следует...